А куры-то что так к тебе бегут-то навстречу прям бегом? Они тоже понимают, да? Обалдеть. Это же козы с тобой бегом бегают, это я уже привыкла, что кура так ломится при виде тебя навстречу. Такого я еще не видела. Скучковались все к забору, прижались. Я закрою, потому что в огород будет еще тут копать. Пошли, пошли. Так что можно штатив оставить, потом подставить. А сама брать козлят, подносили, что хоть что-то и делали. Вот где какая-то курица стала. А, та что голубыми яйцами несет? Да. Большая. Линяла. Она как будто была более коричневая, что сейчас белее стала. Она недавно линяла, понимаешь? А, у нее одни перышки выпали, другие? Да, другие выросли. Побелела к зиме, как заяц, да? Да, не знаю. Я здесь козь с тобой, врач-вечки. Ну что, козлятушки, ребятушки. А ты погляди, куда залезли. К вам мама пришла. Ты погляди, ты глянь. А где они? Тут сено лежит. Ты видишь, куда? Это миска, тарелка. Залезли. Это выборка у меня для сено стоит. Да позалажим, видишь, какие хитрые. Они похожи, знаешь, на кого? На котят в доме, только их не видно. Сейчас. На котят в доме. Вот, узнай сразу. О, вот это коза. Погляди. Морда красивейшая. Видела? А это два козла. Какие хорошие. Они уже подросли. Давай-ка. Не хочешь? Праздничные, все с полосочками. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай-ай, давай будем кушать. Прям слышно, как причмокивает. А у меня соска большая дырка. Второй нету. Они уже изменились, покуда они были меньше. Ну, чуть-чуть побыли, да? Да, уже неделю и месяц. Ой, какая вредная соскутяня. Какая хорошенькая. Так у нее морда симпатичнее. Я тебе говорю сразу. Да козей надо быть красивейшей. Козлам не обязательно. Точно. Козлы и в Африке козлы. Ты сволнышка. Большая, большая дырка. Привет. Тихо, лядь, тебе бедно, Маша. Иди сюда. Класс. Кусая. Сейчас мы их поподнимаем еще. Да ничего, пока лежат. Ну, а эти, слышишь, как в нежде. Да, реально, как у кошечек есть такие домики, да. У собачек, у маленьких, так и у них. Как в нежде. Это ж этим дае молока пить. А ей не дае козе. Потому что я ей пою. Очень смешно. Ты садись хочешь на порог. Ты хоть его целиком, чтобы было видно. Так красиво кушает. Малые. Те, что в том году я снимала, они намного больше уже были. У тебя большие были. Эти маленькие. И такие пушистые, нежные. Реально, как зайки. Так у ей какие большие уши, ты погляди. Как у кролика. Я вот сейчас попою, я хожу попью. Ну, ну, ну. А маму нет молока, да? Или как это происходит? Есть, есть молоко. Ну, видишь, отроем уже появилось. Было мало. Ну, раньше времени, понимаешь? Я сегодня уже ей сдаивала. Он надоело бутылочку за одной цицки. Ну, что ты? Я сегодня будешь поить не буду. Она тебе и не даст. А я ей откидываю, понимаешь? Хитрая. А, не дает, им есть, откидывает. Да. Вот им дай этим козлам. Он чем-то на ламу еще похож. О, да. Скажи. Это-то точно. Посмотрите, какие у меня большие уши. Ну. Тут детеныш ламут. Эти ушастые козлы. Я поняла. Это все мальчики. Даже рога уже чувствуются. Мамка встала. Говорит, что тут происходит? Ну, что, будешь пить больше? Такие малыши вообще. Бояки. Не будешь? Спасибо, что показала. Клевые. Это видишь, куда хитрые едут сразу. Под мамку, по-цицки. Ну, да. Она им пендали даст. Или не даст? Ну-ка. Смотри, какое молоко. Мы уже покусали ей цицки. Не знаю. Повор еще ни одну сдаивала. Расчихалась, а ты. Расчихалась какая. Ручь коричневая. На ручке. А, потемнеет еще, да? Ой, они изменятся. Еще будут меняться. Насоску. Пить. Пить водички принесу. А мы знаешь, что делаем, пап? Мы в клеву кормим козлят с Наташей. Маленький. У меня скриней. Крошечки вообще. Из бутылочки Наташа кормит. Да, Наташа доит сначала козу, а потом, ну, уже без бутылочки подогревает, кормит козлят. Так они маленькие-маленькие. А, не знаю, то есть, обычные козы или породистые? Не, обычные. Обычные, пап. Не, ну вот какие-то эти, мусульманские швы. А, с такими вислыми ушами, которые? Не, 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 не. У меня простые, рогатые. Не, 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 пап, просто такие. Обычные деревенские козы, но очень красивые. А показывает тебе, как коза будет пить молоко. Да. О, Наташа говорит, что и коза умеет молоко пить. Да, они даже и любят. Что, будешь бутылки пить? Бутылки, не знаю, но так, наверное. Вот это да. Нема, куда мне нет. Солеешься. Очень хорошо, бабочка, тепло, а вот завтра, говорит, мороз ударит. Сегодня дождь целый день. Сюм. Видишь, выкинули. У нас тоже был дождь, когда тепло было. А, что же выкинули, где свое молоко пить. Поняла? Да. Ну, у нас так идет запоздание на два дня. Ну, то есть, хорошо, урожай большой будет. Да. Коза, это пьет молоко, пап. Наташа ей вылила в ведро. Пьет молоко. Хотя, вроде, взрослые думают, что вообще не пьют. Да, свое. А им молозиво даже полезно. А, полезно? Да. Когда сразу окосится, даже, ну, вот, сдайваешь и доешь. Даже полезно. А, вот, полезно. А, вот, полезно. Ага. Ага. А, даже полезно. После родов молозиво пить. Да. да это будет пушистик красавица так все хорошо у нас все спокойно готовимся к рождеству к морозам спасибо папочка тебя с праздником здоровья счастья у вас другая программа там какая-то интересная все целую папочка родной все пока пока я же отдавала и снимай и пойдем тут давай ну да им теплее будет дверь открыта уже тепло уходит на улице и так такое тепло что у тебя тут вообще хорошо зеленое поле видно это посеяно что-то а это уже взошло а зима и что-то пошли я что-то не понимаю пошли ко мне пойдем костюм заберу вася гоняя коту это краются такие глаза обалденные но у меня сиамске раньше были это память получился да сиамску с кем там глаза вообще просто огонь но сияют по коту пошли кот был пропавший сегодня это и коту уже без посещения красиво очень дома зашли она показывает это мама твоя вышивала это покрывало это вот не скатерть а такой покрывал вид как красиво у бабок есть новая ручка где-то у меня есть эти уже знаешь старые ничего не застилаю вот раньше знаем все женщины так умели это была норма в каждом доме было да сейчас такая редкость стала вышивкой да обязательно были картины я помню да и у меня были вышивкой картины когда маленькие были да обязательно у некоторых вас товарища знаешь что этот то что надо подготавливать искать а пока показывала тебе мама моя и руками у меня столько много этих таких разных а это смотри скатерть это тоже да вязала сама ну конечно крючком красиво как на паутинку похоже да кого-то много-много-много паутинок много паутинок и красиво правда я такого не видела никогда да много паутинок а это скатерть на стол это на стол скатерть а сначала на белую такую 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 на обычную стиле или такая которая да поняла знаешь я была ука которую достала их перестирала взяла спицами потому что они желтеющие не было бы мягкое это с простых ниток не было и ниток с простых с катушки ты же видишь какие нити а вообще обычные да и там ты думаешь нити и они могли достать эти нити в деревне это же не сейчас поехал город себе купить да ой а у меня этих много здорово я тебе сейчас покажу если достать кого не помню уже того точно раньше везде этот это надо на чем то мы не подготовлены не у нас же все спонтанно как всегда да видишь какие застилали типа как салфетки ух ты а можно на свет сюда показать пожалуйста у меня их много пошли я возьму на диван и поразваживаю потому что она видишь что не помят здорово мне интересно поглядеть аж не видела я же тебе говорила когда нибудь это все твоя матушка вязала да и мы помогали и мы же тоже вязали а и ты тоже так умеешь да крючком забыла уже али умею эти дорожки там или что вязать разные у меня прабабушку только вязала такие ну так когда-то вообще вязали понимаешь а вот это какая тоненькая ну смотри каких нитей это уже шелковые нити маленькие всякие такие видишь точнее кто что придумывал только чего нет а ты их используешь так на какие-нибудь праздники куда-нибудь никуда я их уже давно не использую али вот жалею выбрасывать уже другие вон и попорвалища есть я тоже жалею у меня про башки то что осталось там некоторые уже где-то дырка где-то еще я все равно но видишь какие интересные а вот такого узора я вообще никогда не видела маленькие большие вот так голубая и вот это они какие-то прям очень необычные видишь разные есть а это поглядишь цветами какая сейчас покажу тебе похоже на какую-то неровную сеть вообще видишь как у меня даже были вязаны а вот это вязано знаешь чем чем сейчас тебе скажу крючком так а те спицами а те спицами а это крючком или может это обвязано только вот кажется я уже знаешь давно было ой у сестры было такое платье она давала мне белое на выпускный вечер связанное представляешь летнее а платье целиком связанное это очень красиво да с узорами такими разными вот какая красота спасибо большое что показала ой да хватает вообще и костюм мне дала каллидовать но костюм пока не буду показывать потом оденусь и все увидят костюм я же говорю что не то что я тебе когда-то говорила хочешь этот не выбрал свою специально спасибо на память мне очень нравится у тебя на печке вот эта вот индийская сари я просто балдею от него посмотрите какое сочетание индийского сари и печи и так классно смотрится она так поблескивает видите там одна часть Наташа сама шила а здесь другая так по праздничному как это вообще выглядит так приятно ну правда же по праздничному это одна и та же каждый раз сидит или разные одна и та же каждый раз сидит или разные они не так красиво летают да я хочу снять вот это класс красоточка хвостиком машет ты тоже машешь да? ой Жорик везде со мной любовь моя не отходит Жорик меня обожает Жорик везде со мной уже осенью и на дамбу со мной ходил и везде хитрый хитрый как вы его гладите и он и лапку дает да а как он печеньки любит я с тобой пошла термо взяла печеньки а мороженое дай значит я вырву с дубов он выходит из магазина балку ставит точно я думаю приеду мороженое ему возьму не забываю и сразу забираю мороженое правильно ой раз слышишь сдавала ягоды тут стояла в рекламбище и шли некие эти от голынки на дети а я с Жориком была стою у дороги и дети едут и едут с магазина что-то я не думаю а сейчас пойду прыгну до детей на полоха и что отнял ну думала что да я говорю дети вы что там едите может мороженое я говорю жорик а Игорь пришел распьяный в магазин ну купил себе мороженое жорику дал жорик сразу цап и съел а Леша говорит что у тебя мороженое ну говорит сейчас я ему еще порцию дам ему вяжи вообще я поняла надо в следующий раз с мороженым идти жорик ой как ты меня любишь красавчик красавчик тигровый красавчик такой о у тебя опять у нас на дереве наше утка смотрю уже на дереве ха ха а ты опять утку да она взлетела обратно снимай пока мне так нравится когда на дереве сидит я ж такого не видала никогда ой слушай и нашлишь понравилось им дерево да облюбовали яблоню ну что ты еще раз полет продемонстрируешь красотка иду от Наташи прохожу мимо дома думаю покажу вам где я в том году пожила чуть-чуть и дальше гляжу думаю так интересно это видите тут так сказать сейчас приближу чтобы было видно так забавно видите там так сказать карета одного времени стоит потом дальше другого времени и было бы здорово если бы здесь знаете такой вот современный автомобиль и вообще прям очень забавно было бы если бы они в рядочек стояли у соседа такая интересная машинка появилась раритет в таком даже неплохом состоянии интересно на ходу не на ходу я рада что мы наконец-то побывали в гостях у Наташи побывали мы там за этот выпуск два раза в прошлый раз я там была еще снега такого не было сейчас уже снега намело и и Наташа чай попить камера была с собой и тут смотрю утки летают ну и на дереве сидят думаю надо снять вам показать и как то вообще выпуск закончить потому что в прошлый раз когда снимала козлят ходила и всякие рукоделия Наташа там показывала своей мамы я какая то вообще была если честно ну немного такая расстроенная и даже как то не закончила выпуск в тот день потому что прочла комментарии про Новый год про пир во время чумы и меня они если честно удивили мягко говоря даже хочется отдельный выпуск на эту тему снять надеюсь что будет такая возможность вот и что наконец-то я спустя столько дней снимаю концовку видео про Наташу я по ней очень скучаю надеюсь что вы тоже были рады увидеться с ней с ее новыми питомцами и посмотреть на чудесных уточек на яблони меня это вообще если честно вообще восхищает что так приятно что Наташа крылышки мне обрезала она говорит что она просто забыла но уткам это индоутки я считаю так повезло что они не лишены естественной природной способности летать и умеючи летать Наташа говорит что они могут вообще улететь они не улетают так здорово просто порхают по участку чего и вам желаю чтобы вас никто не лишал ваших природных природных способностей и вашей драгоценной свободы жить так как как сказать жить полноценной жизнью вот обнимаю вас целую и не мерзнете потому что мне сейчас с непривычки после весны очень-очень холодно тепла вам любви и всех-всех благ пока-пока